лучших боксеров мира характеристика такая этот парень 14-летнего возраста ни разу не проиграл ни одного боя что говорит само за себя экс чемпион мира боец который сделал репутацию свою в бою против сильнейших средневесов планеты победил их всех если правда что разница в стилях делает бой интересным то мы сегодня имеем тот самый случай сергей ковалев мы знаем его манеру жестокое неотвратимое давление преследование по всему рингу динамит в обеих кулаках как говорят американцы и самое главное дистанция почему дистанция я вам сейчас объясню дело в том что уорд помимо всего прочего боец немножко грязноватый он занимался борьбой и эти навыки применяет в бою замучить противника клинчами захватами толчками ударами из-под тяжка вот этого нельзя допускать сергей ни в коем случае отпускать к себе на ближнюю дистанцию ворда никак нельзя с этим не могли справиться ни техничный кеслер в турнире супер сикс не мощный артур абрахам не могучий карл проч никто не мог вот эту вот загадку который представляет ворд разгадать эта задачка стоит перед сергеем жёсткий тяжелый джеб сергея попадать в цель порт боец хладнокровный очень уверенный в себе и кроме того многие отмечают что у него какое-то запредельное чутье на неприятности на опасность инстинктивно кожей чувствуя приближениями вот этих вот неприятностей он умудряется уйти в последние секунды я уже говорил что боксерский мир все сообщество просто раскололось даже уже изощренные букмекеры это не знают кто фаворит в этом бою многие ставят на уорда даже уж такие спецы в боксе как майк тайсон и ленокс льюис это разошлись во мнениях тайсон за сергея а ленокс льюис считает что выиграет ворк есть такая поговорка а может быть даже и постулат в профессиональном боксе что боксер всегда выиграет у панчера то есть у нокаутер с ним свежесть придает лимон он тонкой сладостью силен вам с этим йогуртом везет он кто удачу принесет йогурт слабода живая еда финал гон против боли в спине суставах и мышцах финал гон лечит боль теплом в мире фантазии кинзо токадо рождается изысканный аромат здесь мечты превращаются в благоухающие капли почувствуй красоту жизни вместе с новыми ароматами эйван лайф надоел кашель синий кот готов к действию уже через пять минут синий кот знает кашлю подход многие считают что ворк слишком хитер слишком изворотен и слишком опытен для сергея что сергей мол прост и его основное достоинство это мощный удар но тем кто так считает неплохо бы вспомнить бой сергея ковалева против академика бокса бернарда хопкинса каким классным интересным расчетливым и умелым именно боксером показал себя тогда сергей что это будет сегодня здесь самое главное для ковалева это не пускать ворда в ближнюю дистанцию поскольку андре ворд там не столько работает сколько борется перестрелка джебами причем быстрый легкий отвлекающий джеб у орда и тяжелый прицельный джеб сергея который может отправить на пол противника вот как сейчас по-моему потерялся вот но в принципе выводы делать еще рано вот так сказать притирка взаимная и пока что все идет по плану по плану ковалева это очень здорово держать противника в напряжении ну вот вот этот кувалда справа обрушивается на голову ворда ковалев в своем репертуаре вот чтобы дать себя добить конец раунда раунд был впечатляющий согласитесь смотри смотри на меня кричат в углу у орда ну вот посмотрим как это было вы знаете у орду здорово повезло сергей не успел выпрямить руку видите локоть опущен и мягкой стороной перчатки пришелся удар чуть бы больше дистанции бой бы на этом закончился а так немножко спружинила рука но я думаю орду хватило повезло что в общем раунд быстро кончится да видите вот это стиль у орда рефери говорит давайте сделаем бой все-таки почище но эти претензии надо адресовать у орду все очередная серия полетела в цель орд терпит иногда кажется что бой приобретает такой односторонний характер все идет как бы в пользу сергей ковалева но не будем вперед забегать расслабляться нельзя у андрея ворда много трюков в рукаве это называется конечно я думаю что в штабе орда должны какие-то меры предпринять и мне кажется единственный выход для них это сейчас увеличить темп сергей этот темп выгоден он держит свою дистанцию прицеливается угрожает держит противника в напряжении не нужно связываться с ордом не нужно заниматься с ним борьбой это его конек он и сам мало что делать и другим не дает мы готовы ребята, стоп! держи! подержи! подержи! бля! бля! ждет сказочный мир маленьких принцесс новые друзья и удивительные игрушки киндер сюрприз всегда дарит радость когда малыш растет мы помогаем ему в самых простых вещах предотвратить и вылечить респираторные вирусные инфекции может помочь аноферон детский защита в холодный сезон от простуды и гриппа аноферон скидки до 50 процентов на одежду и обувь коллекции зима в детском мире дискомфорт после еды креон его уникальные мини микросферы достигают максимальной активности через 15 минут и улучшают пищеварение креон экспертное решение проблем пищеварения ну вот сейчас что-то должно измениться прежде всего в поведении ворда решил поупираться сергей здесь тоже но не надо забывать что он из короткой дистанции ударить может рефери в общем то должен приглядывать скорее за уорда он идет опасно головой он ныряет да была попытка неудачная со стороны андре вот этих неожиданностей следует ожидать от него но перекрестный удар справа сергей пришелся вскользь но и но самое забавное если почитать всю прессу американскую перед этим боем всех этих аналитиков специалистов был в в в а в много в в в в в манере каждый из боксеров ведет себя что вот сейчас многие правда считали что удача должна быть на чьей-то стороне но я думаю что удача носит носит имя квалификации мастерство честно говоря сколько я видел боев андреа орда я еще ни разу не видел его вот в таком виде в таком состоянии когда ему навязывают тот бой который выгоден противник отправляйтесь в волшебное приключение вместе с киндер сюрприз вас ждет сказочный мир маленьких принцесс новые друзья и удивительные игрушки киндер сюрприз всегда дарит радость вам помочь мне кофе бывает сложно выбрать и зелененький зато оплатить теперь просто сбербанк приветствует apple pay простой способ оплаты теперь всегда рядом для борьбы с разными возбудителями ему дон быстро активирует иммунные клетки горла и помогает сократить длительность симптомов в два раза ему дон инфекции горла сдавайтесь пятый раунд все пока что идет под диктовку ковалева вопрос стоит так найдет какой-либо противоядие что называется андреа орд вот этому давлению постоянным угрозам причем это угрозы как мы видим не пустые тяжеленные удары с обеих рук могут любого бойца измотать даже если он чисто не пропустит заставить его остановиться в предыдущем раунде уорд пытался взвинтить темп не получилось опасно пропускает сергей сейчас в разрез справа надо быть повнимательней да как-то небрежно небрежно сейчас повел себя сергей встал тянуться к противному встал тянуться к противному хитрый опытный уорд это заметит на сбор ну нужно все-таки держать в голове что уорд привык длинным боям Он привык бороться в каждом раунде Когда я говорю бороться Я имею ввиду борьбу На самом деле Жесткий джеб Сергея проходит Нельзя позволять себя изматывать Этой борьбой В общем-то Одним ударом у Варда не возьмет Я подумал, нам понадобится Чуть больше одной коробочки Он зарядился на одиночный сильный удар Орда до пони Выманивает Сергея Да, вот это вот его стиль Стиль Уорда Его главная задача Втянуть Сергея вот в эту возню Обессилить Он никогда не был нокаутером Несмотря на то, что Уорд провел 30 боев на профессиональном ринге Половину выиграл досрочно Но в общем Никогда не было эффектных таких нокаутов В отличие от Сергея Сбавил темп немножко Ковалев Попытка встретить Попытка встретить Тяжело все складывается Как видите Кроме того Еще одна вещь Чисто психологического плана Уорд умеет выглядеть Победителем В некоторых эпизодах Даже если он их не выигрывает В общем искушенный Боец Пока что Пока что Сергей тратит Порох попусту Пора перестать вкладываться Чуть легче бы надо Сергею поработать Чтобы не тратить силы И о погоде Из-за сильного снегопада Рекомендуется оставаться дома всем Кроме владельцев Шкода Этой зимой Холодная снежная погода Вам не помеха Ведь у Шкода Для вас согревающее предложение Выгода до 250 тысяч рублей Выбери свою Шкода И мчи навстречу зиме Шкода Симпли клава Извечный вопрос Что делать Пахать Пахать и пахать Заливать Что делать Расти Пробиваться Вставать Наливаться Пора убирать Шлифовать Проверять Фасовать Что делать Теперь вам решать Националь Для каждой кухни страны Вы наверное обратили внимание Что каждый раз Когда Отрывается Уходит из клинча Ворс Он всегда прикрывается Левой перчаткой Опасаясь ответного удара Сергей Четко ставит Предплечье Высоко И очень трудно Его пробить Справа А Сергей Кстати говоря Перед боем Сказал Моя правая Решит Все дело В этом бою Седьмой раунд Идет Пока что Перелома В этом бою Нет И похоже Что все Будет решаться В поздних раунд В общем-то И Орду Мало что Удается показать Из того Что он Умеет В общем Практически Каждая вторая Попытка Прорваться На свою Дистанцию Заканчивается Неудачно Для него Ну вот Бёрд Рефери Куда смотрит Сначала Он был озабочен Чистотой Боя А когда Такие вот Грязные эпизоды Появляются Он Соблюдает Такую Незаинтересованность Удары по затылку В общем Не красят Обоих Тяжелый Вязкий Бой Попадание Легкое попадание Но В общем Выглядело Эффектно Ничего не скажет Очень хорошо Прикрыт Ворд От правого удара Сергей И о погоде Из-за сильного снегопада Рекомендуется Оставаться Дома Всем Кроме Владельцев Шкода Этой зимой Холодная снежная Погода Вам не помеха Ведь у Шкода Для вас Согревающее Предложение Выгода До 250 Тысяч Рублей Выбери Свою Шкода И мчи Навстречу Зиме Извечный вопрос Что делать Пахать Пахать и пахать Заливать Что делать Расти Пробиваться Вставать Наливаться Пора убирать Шлифовать Проверять Фасовать Что делать Теперь вам решать Националь Для каждой кухни страны Мощный промах Был В предыдущем раунде У Сергея Но Какое же Чутье У этого Уорда Поразительное Одновременно С ударом Стал Уводить голову В сторону Буквально На какой-то Сантиметр И даром Говорили Что у него Какое-то Особенное Чутье На неприятности У меня Складывается Впечатление Что Уорд Как-то Уже Пристрелялся Привык К манере Сергей Нужно его Чем-то Удивить Уже В общем-то Конечно Несколько Простоватая Угроза Со стороны Сергея Уорд Чувствует Что сейчас Будет Смещаясь Сам-то В общем Пока Ничего Не делает Особенного Но И ударить Себя Не дает Мало-мало Мало действий Со стороны Со стороны Сергея Тувалева Не зря Он сюда Пошел В эту Дистанцию Низковато Не принимает Извинения Кувалева Уорд И вот Все-таки Согласитесь Пропускает Двухударной Комбинации И вот Заканчивается Раунд Под занавес Промахивается Боль Боль в спине И суставах Финалгон Наносится Специальным Аппликатором Разогревает И снимает Боль Финалгон Лечит боль Теплом Оплачивайте покупки Картой Мастеркард И получите Возможность Стать героем Матча Звезд КХЛ 2017 Разделить Любовь к игре Бесценно Похоже Водушевились Там в углу Уорда Им кажется Что Они нашли Ключик Сергея В общем Надо признать Несмотря на Так сказать Формальную эффективность Манеры Уорда Смотреть его Неинтересно Недаром Публика Там Так Любит Когда В ринге Ковалев Многие Многие Спецы Смотреться Уорда И Многие Смотреться Уорда Смотреться Увеситых пропустил вор. Хорошо. Ковалев, конечно, ударить может даже в состоянии сильной усталости. Но лучше не доводить до этой усталости. Сейчас идут те самые, извините за стандарт, чемпионские раунды. Здесь все очень важно. Да, вот так надо. Пусть эти удары легкие. Но Сергей в состоянии спрятать в серии один жесткий удар. Смотрите-ка, болельщики ворда встакивают с места. А у нас для тебя сюрприз, мамочка. Спасибо за подарок, мои хорошие. Киндер-пингви – это неповторимое сочетание вкуса шоколада, бисквита и молочной начинки. Ну ты как, друг? Все хорошо. Держись, ночью мы тебя откопаем. Киндер-пингви. Все вкусное детям. Участвуй в акции от Киндер с героями фильма «Ледниковый период». Пришли 15 промо-упаковок и получи в подарок стильный детский рюкзак. Подробности на сайте ferrero.ru Надоел кашель? Синий кот готов к действию уже через 5 минут. Синий кот знает к кашлю подход. Синий кот, держи эту дистанцию. Все, все. Не переживай ничего. Да, все. Ближе к финал. Нужен хотя бы маленький успех. Для многих уже сам факт, что Уорк уйдет после этого боя от Ковалева на своих ногах, он может показаться достижением. Но все зависит от судя. Фантастическое чутье у Уорда, конечно. Как он сейчас увернулся от этого правого крюка? Сергей продолжает давление, но пока без особого успеха. А мы привыкли, что что такое успех в исполнении Ковалева. Это хороший удар справа. Слева тоже пригодится. Нарывается на короткий встречный джеб. Уорк. Еще один джеб. Ну, все идет в копейку, что называется. Еще один джеб. Последняя минута 10-го раунда. Очень неприятные предчувствия. И в равном бою могут не отдать Сергею. Все эти позы, которые принимает Уорк, они к чему хорошему не приведут. Он же пропускал изряд. В общем, надо попадать. Я, честно говоря, не понимаю причин этих восторгов публики. У меня складывается такое впечатление, что американец продувает. Этот раунд, по крайней мере, 100%. Ну да, там настраивает Уорда на то, что не нужно беспокоиться о том, чтобы нанести сильный... Ну вот, посмотрите. Это что такое? Вот второй промах справа. Как легко уходит от этого правоудара Уорк. Но джеб это он пропускает. Уорк, мы же каз juste за трубой цифровой. Не подставляется Это главная задача Которая была поставлена перед Уордом Перед боем И он ее выполняет В общем Более менее успешно Не нанеся никакого урона Сергею Ковалеву Главное Устоять Публика реагирует на каждое движение Даже не на успех Не на удар чистый По стороне Уорда А просто на каждое движение Полраунда прошло Напоминаю, это предпоследний раунд Сейчас бы, конечно, Сергея Немножко придавить Я имею ввиду темп Чуть больше Чуть больше боевых действий Первая удача за весь бой Со стороны Уорда В общем, Сергей возвращает Должок И останавливается Вместо того, чтобы продолжать преследовать Вот такие эпизоды Действуют и на публику И на судей Очень собрано действует Уорда И немножко разбросан Сергей Все, последний раунд И здесь очень важно Сейчас действовать Собран Не разбросан Да, вот именно так и надо действовать Говорят Уорда в углу Ну да, пару раз попал Он в предыдущем раунде Ну и пропустил Последний раунд И Сергею сейчас Очень важно не пропускать Даже легких ударов Нельзя пропускать Эти удары идут по защите Но Впервые Уорд выглядит Агрессором И таким В этом эпизоде Да Я думал Истратил много сил Сергей Нет уже прежней жесткости Много промахов Много сумбура Много возни И к сожалению Все это В пользу Уорда Выстал Выстал Сергей В общем Давайте друзья Признаем Выглядит Ковалев Сейчас не так уж Убедительно В последнем раунде Мне сдается Он столько набрал В предыдущих раундах Что в исходе боя Сомневаться не приходится Пошли последние секунды Этого матча Скорость конечно упала Здорово Но вы представляете До чего изматывающий Этот бой Немножко запаздывает Сергей Конечно В этом раунде У него слишком много промах Конец Конец боя И сейчас Все в руках судей Ну конечно Надо продемонстрировать Уверенность В своей победе Я думаю Что Сергей Сам немножко Разочарован Последним раундом А больше всего Тем Что не попал Еще разок Бы так Как вот это было В начале боя Но мы говорили о том Что Это очень Изворотливый Хитрый Хладнокровный Уверенный В себя Боец И вот это Видите Видите После Такого Он умудрился В общем Бой Немножко выровнять Даже К концу Уверенность Эгис Климас Его менеджер Очень много Для Сергея Сделал Да Да Крашер Разрушитель Первый раз По-моему Не доставил Такого удовольствия Американской Публике Ну что же Бывает Всякое Не всегда Все заканчивается Так как Хочешь Но мне кажется Особо переживать Ему Не стоит Посмотрим Что скажут Судьи Первые шесть раундов Сто процентов Плюс еще Одна Конечно Тяжелый Тяжелый Вязкий Бой Андрей Уорд Выступил В своем стиле То есть Сделал Все Чтобы Этот бой Не выглядел Не таким Блестящим Итак 114 113 Все три судья Дают Да, друзья Знаете Я Вспоминаю Статью Американца Хантера Томпсона Бокс достал Где он говорит Что бокс Превращается В насмешку Над самим собой Ну где тут Победа Ладно Пусть радуется Я вот думаю Есть По моему В контракте Пункт Реванша Будем ждать Реванша Думаю Что Шансы На то Что Уорд Не уйдет На своих ногах В этом Реванше У нас Есть Ну что Друзья Конечно Бой был Хороший Немножко Не повезло Судим Я бы сказал А так Все в порядке На этом Я прощаюсь С вами С вами был Редактор субтитров Корректор А.Егорова